В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим об уплате имущественных налогов и задолженности физических лиц. В гостях у нас Ольга Владимировна Никитина, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной Налоговой Службы России по Приморскому краю, и Юлия Эдуардовна Зуева. Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции номер 12 по Приморскому краю. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Совсем скоро начнут поступать налоговые уведомления о том, что необходимо уплатить те самые налоги. Как скоро уже ожидать этих самых писем от налоговой службы? Прежде всего, хочу немножко обозначить, что у нас является имущественными налогами, потому что многие, когда звонят, они немножко путаются. То есть к имущественным налогам у нас относятся физических лиц. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Эти налоги у нас уплачиваются в соответствии с налоговыми уведомлениями, которые рассылаются налоговой службой. В этом году налоговые уведомления у нас будут рассылаться, начиная где-то ближе к концу сентября, где-то с середины сентября, до 20 октября в среднем. То есть, ну, может быть, там плюс-минус один-два дня. После этого, после получения налоговых уведомлений, налогоплательщикам нужно будет уплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря 2021 года. Также хочу сразу обозначить, что налоговые уведомления у нас рассылаются не только по почте заказной корреспонденции, но также они выгружаются в личный кабинет налогоплательщика. Почему я на этом застряю внимание? Поскольку у нас на сегодняшний день очень много налогоплательщиков подключились уже к личному кабинету. Это очень удобно и очень быстро. Можно оплачивать налоги с помощью личного кабинета. Поэтому вот застряю внимание, что те, у кого есть личный кабинет, получат налоговые уведомления именно через личный кабинет. То есть, по почте им присылаться эти уведомления не будут. То есть, проще говоря, это налог на квартиру, на машину, на дачу, возможно, на какую-нибудь. На землю. Это вот те самые налоги. А что будет с теми, кто вовремя не уплатит, Юлия Эдуардова? В случае неуплаты налогов своевременной, либо неполной уплаты, установленной законодательством срок в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса, прежде всего, за каждый календарный день просрочки предусмотрены пенни. Пенни начисляются в размере 1,03 ставки рефинансирования, действующей на текущий момент. Далее, после наступления срока уплаты, в этом году срок уплаты, это у нас 1 декабря, после наступления срока уплаты в адрес налогоплательщиков направляются требования об уплате имущественных налогов. В требовании указан срок, в который налогоплательщики должны добровольно оплатить свою задолженность. В случае неоплаты налоговый орган обращается в суд с заявлением. Далее, налоговый орган обращается с заявлением в суд. Суд рассматривает в упрощенном порядке на основании заявления налогового органа. Принимает решение единолично. То есть, копия данного решения направляется также в адрес налогоплательщика для добровольного погашения задолженности. За 7 месяцев 2021 года получено 30 тысяч судебных приказов на сумму 560 миллионов рублей. После получения судебного приказа налоговый орган направляет его на взыскание в кредитной организации, в которых открыты счета налогоплательщика физического лица. Также в адрес судебных приставов и в организации, которые выплачивают налогоплательщикам периодические платежи. Это зарплаты, пособии, стипендии. Далее, в случае неуплаты. Судебный пристав на основании судебного приказа возбуждает исполнительное производство, которое влечет за собой наложение ограничений на все открытые счета должников в банках, ограничения на выезд за пределы территории Российской Федерации, арест имущества и его дальнейшую реализацию. Денежные средства от реализации пойдут в счет погашения задолженности. Слушайте, как все серьезно. Я-то думала, ну, приходит там налог на квартиру, 900 рублей, забудешь уплатить, ну, платишь через месяц. Оказывается, нет, оказывается, могут по всей строгости законно наказать. А бывают те, кому налоговые уведомления не приходят, Ольга Владимировна? Да, есть такие случаи, когда действительно вам может не прийти налоговое уведомление. А в основном этот случай касается того, что если у вас сумма меньше 100 рублей, например, если сумма менее 100 рублей, налоговое уведомление в этом году вам не придет. Но если этот год является уже трехлетним, то есть завершающим периодом, когда налоговый орган может выставить вам это налоговое уведомление, то оно придет, даже если сумма менее 100 рублей. То есть понимаете, да, что у нас мы можем выставлять налоговое уведомление за последние три года. А налоговое уведомление еще так же вам не придет, если у вас полностью существует льгота, которая перекрывает все полностью ваши суммы начислений. То есть, соответственно, у вас нет начислений, нет налогового уведомления. Два случая основных. Юлия Эдуардовна, вы продолжить хотели. Ну, я к слову о том, что налоговое уведомление может не прийти. Еще в том случае, если, как сказала Ольга Владимировна, у налогоплательщика открыт личный кабинет. То есть, сегодня вовсе не обязательно ходить в налоговую, либо ждать почтовое налоговое уведомление. Если вы являетесь пользователем личного кабинета, то налоговое уведомление будет выгружено в личный кабинет налогоплательщика. Ну и вот, начиная с 2019 года, к налоговому уведомлению сейчас квитанции на оплату не прилагаются. В уведомлении уже содержится вся необходимая информация для оплаты налога. То есть, это QR-код, УИН-документы и штрих-код. Оплатить такое налоговое уведомление можно через платежные терминалы Сбербанка, либо на сайте госуслуг, либо очень удобно это сделать в личном кабинете налогоплательщика физического лица. То есть, в личном кабинете не только можно увидеть сумму начисленных налогов, но и понять, за что, за какой период, какие у вас предусмотрены льготы, по каким ставкам начисляется налог. То есть, вся полная информация содержится максимально в личном кабинете. С 2020 года как-то исчисляется все по-новому? Что за нововведение? На самом деле, с 2020 года исчисляется по-новому не все, а налог на имущество физических лиц. Поскольку до 2020 года, то есть за предыдущие налоговые периоды, налог на имущество физических лиц исчислялся, исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогоблажения. На сегодняшний момент, то есть с 2020 года, Приморский край полностью перешел на исчисление налога от кадастровой стоимости. То есть, за основу, за налоговую базу берется именно кадастровая стоимость вашего объекта недвижимости. Это был последний год, то есть сейчас уже вся Россия полностью тоже перешла на такое исчисление налога. По этому поводу многие налогоплательщики нам звонят и спрашивают, увеличится ли сумма налога на самом деле или нет за объект моей недвижимости. То есть, законодатель предусмотрел этот момент для того, чтобы не увеличилась сильная налоговая нагрузка, будет исчисляться налог на имущество физических лиц с коэффициентами, с понижающими коэффициентами. То есть, первый понижающий коэффициент в 2020 году это будет 0,2, потом у нас в следующем году 0,4, 0,6 и уже с 2004 года повышающий коэффициент не будет применяться. То есть, чтобы налогоплательщики не пугались, не боялись, то есть сумма налога, возможно, увеличится, но ненамного. То есть, я правильно понимаю, что раньше мы платили из инвентаризационной стоимости, а теперь кадастровая? Кадастровая стоимость – это, грубо говоря, рыночная стоимость. Не всегда кадастровая стоимость равна рыночной. Ну, она стремится туда приблизиться, но на самом деле в большинстве случаев она чуть ниже, чем рыночная стоимость. Так, а что вообще меняется в налоговом законодательстве? Как-то очень много можно сегодня новостей встретить в информационном пространстве. Есть какие-то нововведения в законах, может быть, еще где-то? В налоговом законодательстве всегда что-то меняется, потому что у нас законодательство, оно очень динамичное. И, исходя из ситуации, которая у нас происходит в стране, оно меняется. Но вот именно в отношении физических лиц, вот имущественных налогов физических лиц, кардинально, вот только если будем брать эту кадастровую стоимость, да, кардинально особо ничего не изменилось. То есть, срок уплаты, он также остался у нас не позднее 1 декабря 2021 года. Вот, налоговые базы, в принципе, тоже нигде не поменялись. То есть, платим по налоговым уведомлениям. А есть ли какие-то льготы для тех, кто платит налоги имущественные? Льготы предусмотрены. У нас для каждого налога свои какие-то льготы. Я сейчас немножко обозначу. У нас налоги имущественные в физлице, они у нас делятся на региональный налог и местные налоги. К региональному относится у нас транспортный налог. То есть, в отношении транспортного налога у нас закона Приморского края установлены льготные категории для физических лиц. Получается, это у нас, в общем скажу, то есть, это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры. То есть, ну, это все можно, в принципе, прочитать льготные категории в законе Приморского края. Также есть льготы для многодетных семей в отношении одного автомобиля. Они более 150 лошадиных сил, которые составляют. В отношении льгот по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу, который у нас относится к местным налогам и устанавливается нормативно-правыми актами муниципальных образований, нужно на каждой территории смотреть свой законодательный нормативно-правовой акт. В этой части я хочу обозначить, что на сайте ФНС у нас есть сервис, называется «Ставки и льготы». Он, на самом деле, очень удобный, которым даже сама иногда пользуюсь, когда мне необходимо. То есть там вы можете набрать свое поселение, свой муниципальный округ и посмотреть, какие ставки и какие льготы именно на вашей территории установлены. Также могу сказать в общем случае, что по земельному налогу, налоговым кодексам для пенсионеров, для инвалидов, для ветеранов Отечественной войны установлен налоговый вычет. То есть не льгота, а налоговый вычет в размере стоимости 600 квадратных метров земельного участка. То есть если у вас несколько земельных участков, вы можете воспользоваться этим вычетом от льготной категории граждан в отношении одного участка, то есть участки будут смотреть по всей России. То есть не только по нашему региону, если у вас где-то еще есть земельные участки, то есть только в отношении одного земельного участка вам будет предоставлен такой вычет. Вычет этот предоставляется в беззаявительном порядке, то есть машина сама исчисляет налог с учетом данного вычета. В отношении налога на имущество физических лиц с налоговым кодексом также предусмотрены льготные категории граждан. Это у нас тоже инвалиды, пенсионеры, многодетные, да, то есть все те же самые категории. А налоговые льготы для данных категорий граждан по налогу на имущество физических лиц предоставляются в отношении, например, одной квартиры, либо комнаты, в отношении жилого дома, либо части жилого дома, помещения, сооружения и так далее. То есть в отношении одного вида объекта. Вот, кстати, интересный момент, который вы сказали, это так мое ухо услышало. Если есть недвижимость, да, скажем, там, в другом каком-то субъекте нашей страны, ну, то есть есть у меня квартира здесь, есть у меня квартира где-нибудь, я не знаю, в Новосибирске, в Москве, было бы, конечно, неплохо, да. Но, то есть мне тоже здесь придет налоговое уведомление о том, что я должна оплатить этот налог. Налоговое уведомление вам придет по месту вашей регистрации. Если у вас отсутствует такое место регистрации, ну, вдруг, да, то по месту расположения вашего объекта недвижимости, который вам в собственности принадлежит. Ну, в основном, конечно, у всех есть регистрация. То есть либо выгрузится в личный кабинет. Вот. И если у вас несколько объектов недвижимости по всей России расположены, то льгота, если вы попадаете под льготную категорию, вам предоставится в отношении одного объекта. Ну, то есть полностью будут учитываться все, которые расположены на территории России. А теперь давайте о долгах, Юлия Эдуардовна. Это ваш вопрос. Какова сумма задолженности сегодня налогоплательщиков перед нашим краем? Бюджетом, да? Да. Ну, по состоянию на 1 августа задолженность физических лиц по имущественным налогам составляет более 1 миллиарда рублей. То есть, если быть точнее, это 1 миллиард 109 миллионов рублей. Из них в краевой бюджет задолженность составляет 707 миллионов. В краевой бюджет у нас поступает транспортный налог с физических лиц. В местные бюджеты 402 миллиона рублей. В местные бюджеты поступает налог на земельный налог и налог на имущество физических лиц. Следует отметить, что на начало года, на 1 января, задолженность составляла 1,6 миллиарда рублей. Вот за период, за 7 месяцев текущего года налоговыми органами урегулировано 32% задолженности. То есть... Встребовать. Да, 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 оплачено. Из года в год налогоплательщиками своевременно не оплачиваются имущественные налоги порядка 70% жителей нашего Приморского края своевременно не исполняют свою обязанность. Это в цифрах порядка 300 тысяч жителей. И наибольшее количество из них, из этих 300 тысяч, это 54%, имеют задолженность менее 3 тысяч рублей. То есть, казалось бы, суммы небольшие, но почему-то не идут оплачивать, забывают или еще что-то, да? Так, а что происходит? То есть, как мы уже с вами выше говорили, направляешься в суд? Ну, что далее начинается процедура, конечно, выставляется налоговым органом требования. Ну и далее, вот как мы уже проговорили, судебные органы выносят решение. Ну, то есть, для начала требования, естественно, в требовании устанавливается для налогоплательщиков срок для добровольного погашения задолженности. То есть, это обязательно. Ну, а уже со дня этого срока добровольного погашения начинается следующая процедура по взысканию задолженности. Так, сегодня все очень рьяно переходит в интернет. И сегодня мы знаем, что, в принципе, и налоговые различные уведомления, и налоговые платежи можно также оплачивать через интернет. Вы проговорили, что есть личный кабинет. Вообще, как сегодня, какими способами сегодня можно что-либо оплачивать? Ну, вот мы с вами проговорили, что оплачивать удобно через Сбербанк онлайн, через личный кабинет налогоплательщика, либо на сайте госуслуг. В налоговом уведомлении содержатся все реквизиты. Это QR-код, УИН-документы, ну, либо штрих-код для оплаты. Мы настоятельно все-таки рекомендуем всем налогоплательщикам иметь свой собственный личный кабинет, потому что, помимо того, что при помощи него возможно оплатить имущественные налоги, в личном кабинете заключается комплексная информация о налогоплательщике, об объектах налогообложения. То есть, там можно посмотреть, какие объекты имущества находятся в собственности, с какого числа. Также есть информация о снятых с учета объектах, дата снятия. Содержится сведение о задолженности, если таковая имеется. Ну, и вместе с тем и о переплате. То есть, есть возможность вернуть переплату по налогам на счет, подав соответствующее заявление. Также в личном кабинете налогоплательщика содержится информация, справка НДФЛ от работодателя. Зачастую она людям нужна. Можно, не обращаясь к работодателю, получить ее в своем личном кабинете совершенно свободно. Хочу отметить, что получить доступ к личному кабинету возможно через портал Госуслуг. Это значит, что логин, пароль от портала Госуслуг нужно ввести в поле логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика физического лица. Это в случае, если ваша учетная запись была подтверждена в МФЦ. То есть, полный доступ. Если вы имеете, такая есть возможность. Если нет, то можно обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от регистрации по месту жительства, с паспортом. И получить регистрационную карту для доступа в личный кабинет. Она содержит логин и пароль. Тоже совершенно свободно. Доступно. Доступно. И это будет проще гораздо. Это будет проще гораздо, конечно. То есть, есть еще такой удобный очень способ оплаты на единый налоговый платеж. То есть, это способ оплаты до получения налогового уведомления. Если вы знаете примерно свою сумму, я думаю, что каждый примерно уже понимает, какая сумма налога ему придет. Вы можете внести единый платеж, также через личный кабинет, либо на сайте ФНС России внести этот платеж. И сумма будет списана 1 декабря на уплату ваших начисленных налогов. То есть, тоже очень удобно. У нас люди пользуются такой опцией. Скажем так. В общем, оплачивают заранее налоги и не беспокоятся. Это удобно очень для тех, кто, например, не будет находиться где-то в России. То есть, ну, либо какие-то еще могут быть у них нюансы, что у них там не будет интернета 1 декабря, они не смогут оплатить или еще что-то. То есть, пользуются люди такой вот тоже услугой. Очень удобно. Ольга Владимировна, давайте напомним, когда придут уведомления и когда их надо оплатить. Налоговые уведомления в этом году будут рассылаться у нас, начиная с середины сентября, то есть вот уже буквально на днях, и в среднем где-то до 20 октября. В этот период вам будут рассылаться налоговые уведомления, либо по почте с заказной корреспонденцией. Считается налоговые уведомления получены по истечению 6 рабочих дней с датой отправки. То есть, учитывайте вот этот момент. То есть, не то, что вы его на следующие дни получите, то есть какой-то период, пока оно идет по почте. Просто нам некоторые начинают уже 20 октября звонить и говорить, где я хочу оплатить. Также будут выгружены в этот период налоговые уведомления в личный кабинет налогоплательщика. И если все-таки по какой-то причине вам налоговое уведомление не пришло, вы можете обратиться в налоговую инспекцию, то есть вам его выдадут с паспортом, естественно, либо вы можете обратиться в МФЦ, многофункциональный центр. То есть, это касается тех, например, населенных пунктов, где нет налоговых инспекций. МФЦ есть практически везде, то есть вы можете обратиться в МФЦ, и вам также будет направлено налоговое уведомление. Иначе до 1 декабря, если не оплатим, то будут штрафы. Иначе срок оплаты, да, не позднее. Прежде всего начнут начисляться пении с первого дня просрочки. Тогда я желаю нашим слушателям и зрителям как можно скорее и вовремя все оплачивать, дожидаемся и сразу идем платить, не тянем, чтобы не было штрафов, пении и всего остального. Так? Все верно. Это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили об уплате имущественных налогов и задолженности физических лиц. В гостях у нас были Ольга Владимировна Никитина, начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, и Юлия Эдуардовна Зуева, начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции номер 12 по Приморскому краю. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова